Здарова всем дорогие друзья, с вами КентопК и я как обычно на проводе. Прямо сегодня я покажу самую крутую и самую лучшую реализацию концептов обновления 0.40. Братанчик, если ты ждешь обновления, прямо сейчас спрошу мне лайк и подпишись на канал КентопК. Ну а мы начинаем. MyStandOff.ru Это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandOff.ru Минуточку внимания, перед тем как написать, что я гнилой масленок, ребятки, все эти видео будут просматривать разработчики. И самые лучшие концепты они реализуют в игру, поэтому возможно прямо это видео будет в будущем обновлении. Ну чё, поехали смотреть. Ну что же, приятного вам просмотра, поехали смотреть. Что же мы видим? Самое первое и наверное самое главное, что бросается в глаза, это ежедневные миссии. И они бросаются в глаза не потому, что они криво вырезаны, хотя это тоже бросается, потому что это круто. Ну вы просто представьте ежедневные миссии. Вот так, зашли вы с тендов, убили пару маслят или пару шампиньонов в командном бою и получаете на халяву 50 серебра. Просто так, на халяву. Дальше, новая коллекция Зона 9, ну вроде бы она уже есть в игре или я чуть не понимаю. Ну и конечно же по дефолту фри пасс и голд пасс. Но если я не ошибаюсь, то они и так есть с выходом каждой новой коллекции всегда по дефолту. Давайте смотреть дальше. Сейчас будет что-то интересненькое. Так, я вижу кого-то очень сильно приглашает в лобби и... Оооо, не может быть! Не может быть! Это то, о чем лично я, Тик-Так и другие ютуберы просят разработчиков всегда. Просто по КД умоляет просит их. Это сделать режим не беспокоит, чтобы никто не мог мне отправлять сообщения. Чтобы никто не мог добавлять меня в лобби. Потому что у меня из-за этого очень, прям очень сильно лагает. Давайте посмотрим более детально. Статус в сети. Но я не знаю, я бы такой статус в сети никогда в жизни не ставил. Меня было бы всегда не беспокоить. Дальше. Статус не беспокоит. Никто не может отправлять вам уведомления, кроме выбранных вами людей из списка друзей. Да вообще никто не надо, чтобы никто меня не отправлял. Дальше мы видим, что можно менять иконки. А, кстати, да, посмотрите, как красиво реализованы. Видите, стандартные иконки и иконки с вашей галереи. Очень даже круто, даже лучше, чем сейчас реализованное это в игре. Ну что же, давайте смотреть дальше. Пока что меня все очень, очень устраивает. Статус не беспокоить, это просто 5 с плюсом. Так, я смотрю. Граффити пак? Или мне кажется? Посмотрите, граффити пак. Неужто? Неужто еще и граффити разработчики могут добавить? Блин, если добавят граффити, ребятки, как это было бы круто. Я хотел бы, знаете, какое-то граффити? Граффити в виде своего лица, когда я вот так, вот так. Вот такое граффити хотел бы сделать, чтобы пугать противников. Так, ну что же, смотрим и не расслабляем булочки дальше. Дальше я вижу еще весеннюю коллекцию. Правда, уже лето, но ладно, хрен с ним. Походу, концепт сильно стар. Так, 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 подождите. Мне это кажется стапой. Вы посмотрите, в инвентаре есть новые модельки персонажей. Типа, ты можешь сам выбирать модельку персонажа, за которую ты будешь играть. Я обожаю тебя, пожалуйста. Добавьте этим стендом в хэштег, добавьте. Как же это классно. А, и медали за первый сезон. Блин, ребятки, я просто люблю этого автора. Посмотрите, как же все круто реализовано. Я просто балдею. Посмотрите, посмотрите. Модельки террористов, модельки КТ. Это очень-очень полезно было бы. Вау. Блин, еще можно типа наклейки приклеивать на одежду. Не, ну это уже бред. Ну какие, ну какие наклейки на одежду? Ну, ребят, мы же еще татуировку набьем 2 до 8 на лоб. Не, не, ну это перебор. Это реально, это реально перебор. Вот мое мнение, наклейки на одежду это перебор. Вот то, что выбирать персонажа, это круть. Так. Подождите, что это такое? Было бы неплохо увидеть топ-кланов, у кого самый большой КД. Кто лучше всех играет. И кто всегда выигрывает. Это было бы очень круто. Посмотрите, можно даже найти битву кланов. Вау. Не, ребят, это круто. Смотрите, можно выбрать типа Бо-1, Бо-2, Бо-3, карту, соревновательность, закладка, победа по раундам, победа по очкам. Блин, ребятки, ну это просто срыв башки. Добавьте это, я умоляю, добавьте это. Просто любой. Вот подтвердите любой в комментариях. Мало ли, разрабы посмотрят это видео. Подтвердите, что это гениальная идея. Вот именно про кланы. Напишите, идея про кланы топовая. Так, ну что же, смотрим дальше. Что же еще интересненькое мы можем увидеть. Так. А, обновились ежедневные миссии. Посмотрите, подождите, подождите. Нейтрализовать 5 ботов. Чего? Боты? Вы серьезно? Да вы шутите? Вау. Типа в концепции показана реализация ботов. Если это так, ну это просто что-то нереально крутое. То есть, прикиньте, если есть боты, это означает то, что есть одиночная игра в Stand Off 2. Одиночная игра, одиночная игра. Мать моя женщина, египетская сила. То есть, мы заходим в консоль. И тут мы можем выбрать, какая будет погода. Не, ну это очень-очень классно. Посмотрите. Блин, ну это прикольно. Вау. Так, ну что же. Теперь при помощи консоли мы также можем выбрать ботов и выдать себе оружие. Это, кстати, было бы очень неплохо. Особенно для одиночной игры в закрытом лобби. Там для разных видосов, т.д. и т.п. Это было бы очень круто. Так. Сейчас будет граффити. Вот так, по секрету скажу, посмотрите. Так. Так. Сейчас он убил двоих ботов. Теперь граффити. Ну, блин, пацаны, ну это просто удар ниже пояса. Зашибенный концепт. И я очень сильно хочу, чтобы его ввели в игру. Ну и, конечно же, ссылочка на канал автора будет в описании. Большим и спасибо, потому что он красавчик. Ну, а вы, мы уже подписчики, поставьте, пожалуйста, все по лайку. Потому что, если вы наберете много лайков, вдруг разработчики зайдут, посмотрят, такие, блин, так всем нравятся эти идеи. И добавят их в игру. Поэтому, ребятки, прожми лайк. Подпишись на мой канал. И самое главное, оцени данное видео в комментариях. С вами был ваш Скин ДПК. Всем удачи и всем пока.